Вы можете быть приятно удивлены, но я теперь буду комментировать тренировки с микрофоном. Надеюсь, что звук вам понравится и все будет более четко. Итак, мы уже находимся в городе Барно на основной арене, где пройдут чешские хоккейные игры. Помню, я был здесь еще в 2011 году, когда Евгений Артюхин в эпической драке разобрался с тремя финнами в одной смене. Положил их на лед нокаутом каждого. По-моему, там даже был Мика Коевой среди них. Сборная России тренируется. 15.30 вышло на лед. И давайте изучим состав по пятеркам. В первую очередь нас интересует Вашингтонское звено Александр Овечкин. Найдем его, найдем, найдем. Подождите, у меня есть, кстати, фотография нашей сборной по пятеркам. Сейчас я вам покажу сюда прям кадр. То есть вы видите, что с вашингтонцами тренируется Евгений Додон. Дмитрий Орлов. Никита Зайцев, кстати, тоже с ними. У нас образовалась синяя пятерка. Никита Зайцев стучит, кого-то зовет. Зовет сервисмен. Роман Ротенберг. С нашивкой осью спину. Красиво все это выглядит. Сборная в едином стиле. Редмашин. Кстати, Дмитрий Лукашев низко встал. И пойдем пониже встанем. Владимир Владимирович, здравствуйте. Внимательно смотри, мудро. Внимательно. Иду вниз. Интересно очень. Хорошо. Владимир Владимирович. Васлов, знаменитый чешский журналист Васлов. С какого года ты работаешь в профессии? 1994. 1994 года? Уже много. Да, да, да. Как сыграет Чехия на почти домашнем чемпионате мира? Вопрос такой, пока не знаю. Потому что у нас еще команда не сделана. Но думаю, будет хорошо. Но первый матч со Швецией, с Россией. Покажут, как возможно будет на тренировке. Вопрос не знаю еще. Посмотрим. Удачи вам. Спасибо. Алексей Гудашев, команда тренировка. Посмотрите. И вот мы на самом, почти на самом льду. Богдан Киселевич. Илья Квальчук. Вот Евгений Додону. Никита Зайцев. А это Кузя. Илья Квальчук. КОНЕЦ 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 Я долго искал взглядом Александра Овечкина и только сейчас его смог найти. Вот стоит в углу. Вчера они прибыли в расположение сборной, а сегодня утром и днем Никита Кучеров и Александр Овечкин дали большие интервью. Ну как большие. Саша Овечкин общался минут 12, Кучеров почти 20 и для них это много. Топ звезды, которые в принципе не уделяют много внимания прессе. Кучеров наверное рассказал за эти 20 минут все, что не говорил за весь сезон. Вот Овечкин наконец нашел. Давайте посмотрим. Обычно Саша приезжал на турнир с какими-нибудь мульками на коньках. Там у него всякие там были фишки. Сейчас он находится без этой мишуры. Он был достаточно сосредоточен в интервью. Это сами скоро увидите на канале. И никакой такой болтовни не было. Говорил правильные слова. Вот первая тренировка Овечкин сборной. Ребус кстати для вас. Я думаю что сейчас в расположении команды 29 человек. Как я понимаю, если я ничего не ошибаюсь. Вот были только все в кадре. Овечкин и Малкин. Редкий момент, когда мы их помали вместе. Они в разных зрениях. 29 человек. И каких-то четверых ребят заявку не включат. Это, как мне кажется, будут два защитника и два нападающих. Но, скорее всего, это мы узнаем не прям сразу. Чемпионат мира стартует только через неделю. Но там наверняка еще будут держать какие-то места под игроков из команды такси. Мы их так назовем запасных. Не думаю, что будут кого-то ждать из второго раунда Кубка Стэнли. Просто некого. Радулов, конечно, может освободиться или Тарасенко. Ну, разве только одно это место для Радулов или Тарасенко. Но у нас настолько фантастическая атака, что жаль вытеснять того же Михеева ради Радулова или Кадейкина. Мне кажется, в принципе, понятно, что НХЛцы будут в практически полном составе здесь. Хотя Егора Якуля из состава убрали. Видимо, все-таки не хватило ему игровой практики в этом сезоне. Но НХЛцы это практически неприкосновенные ребята. Может быть только Илья Любушкин под вопросом. Потому что игрок хороший, но ему не хватало практики по ходу сезона тоже. И он все-таки такого более узкого амплуа. Потому что, конечно, здорово применять силовые приемы. Но представить его в большинстве в атаке довольно трудно. А силовые приемы на европейских площадках, как вы знаете, караются удалениями и меньшинством. У него вечно спросили, что он выглядит молодым, на 10 лет моложе в этом плей-оп. Я у него спросил, как он относится к словам Ягра, что чем Саша становится, тем больше надо готовиться и все остальное. Но он отреагировал так шуточкой. И явно ему этот вопрос не понравился. Хотя ничего такого у него не было. И Саша как бы отреагировал нормально. Но просто когда тебе 3-4 года почти, то ты уже более тщательно относишься к своему здоровью. И слово ветеран лучше тут не применять, а говорить опытный игрок. Алексей Кудашов руководит командой. Кстати, по слухам, может он стать главным тренером московского Динамо. Но он стоит в бригаду СКА и он нужен в СКА. Поэтому я бы так пока не загадывал. Вот игроки сели на лапку. Веська на чем-то общается с Никитой Зайцем. Сказал он, как, что нормально. Вашингтонцы присели. Игроки 2-1 Игроки 3-1 Наверное Игроки 2-1 и End Завтра в 3 часа по Москве начнётся матч. Россия и Финляндия. По местному времени это 2 часа. Арена, кстати, не такая уж большая. Так что здесь играет местный клуб Комета. Билетов, конечно, нет. У Чехов большой ажиотаж вызывает приезд сразу 14 игроков НХЛ. 14 игроков НХЛ. Такого не было с 2000 года, когда сборная Питера заняла рекордно низкое место. 11-я и не смогла стать командой. Тогда тоже было 14 игроков НХЛ. А в 2017 году, когда в последний раз Никита Кучеров играл за сборную, было 7 игроков НХЛ. Но было впечатление, что их больше, потому что там была фантастическая тройка. Кузнецов, Кучеров, Фанарин. Кузнецов, Кучеров. Поехали! Поехали! Вот такая тренировка сборной России. Полноценное занятие для игроков Вашингтона и Никиты Зайцева, которые только вчера прибыли в расположение сборной. Так что первая полноценная тренировка позволяет катиться на состав Алексей Жамнов. И не надо думать. Что-то объясняю Артему Зубу, как играть. Давайте смелим позицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр! Илья Сорокин не принимает участие в этой импровизированной двусторонке на льду Селевский и Георгий, воротарь из НХО. Никита Кучеров снимает в упор лучшего бомбардиры лиги. Никита отворачивается. Илья Сорокин, воротарь из НХО. 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 Илья Сорокин. И будет потом какой-то хит в интернете. Будем снимать с верхней точки. Хотя, по-моему, никто ничего такого не сказал. Тренировка, в принципе, доступная для всех. Можно работать. Но вы поняли, что идет распределение по пятеркам. Тренирует большинство, спецбригады, кто с кем. Не думаю, что здесь какие-то большие секреты. Главное, не снимать то, что рисуют на планшетке. Так что эти схемы раскрывать не будем. Поехали. Так что это пл Tonce endpoint. Илья Сорокин. Вот Владимир Малахов, снова сборная. Вот так заполняются бутылочки с канистром, раскладываются полотенца в едином стиле. Ковальчук, вы заметили, это вашингтонцы, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Евгений Кузнецов. Это у нас такая вырисовывается бригада большинства, хотя есть их и Физулин. Посмотрим на нее в деле, на эту бригаду. Два центра фора, драться Манисим в введении Малкин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...